Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи, обзор рынков SwissQuot. В рамках этого эфира мы смотрим, какие инструменты представляют интерес для торговли, смотрим на основе технического анализа и на платформе MetaTrader 5 SwissQuot банка. SwissQuot банк, друзья, это швейцарский банк, который активно котирует на финансовых рынках. Давайте вместе посмотрим с вами, как вы можете утром смотреть все прогнозы. Сделать это легко. Под главным экраном есть баннер «Обзор рынков SwissQuot». Нажимаете на него и попадаете на страничку прогнозов и обзоров. Можете открыть, почитать, посмотреть и поторговать рано утром вместе с нашими коллегами. Ну, а сейчас мы с вами давайте посмотрим, что же интересного у нас сейчас на рынке происходит с точки зрения теханализов. Итак, коллеги, евро-доллар. Мы видим, что пятница мощное движение наверх. Сегодня продолжается 1,2148. Вот такой курс в моменте. Ничего, мы обсуждали сегодня о фундаментальной новости, ничего серьезного на усиление, ни с какой точки зрения пока не происходит. Учения в Восточной Европе, стран НАТО, такое впечатление, что про них забыли, если они вообще идут, никаких новостей. Ситуация между Израилем и Палестиной тоже как-то остановились эти новости. Там мощные обстрелы были, жертвы были, продолжается конфликт между арабской и еврейской диаспорой в Израиле. Там магазин огромят и так далее. Ну, то есть, все очень серьезно. Так давно такого не было. Уже 13, наверное, года 2008, на память так вот приблизительно. И то, что это все ушло на задний план, говорит о том, что не готово сейчас общество к каким-то серьезным темам, каких-то глобальных политических конфликтов. Как-то и Сирия ушла, и тема Ирана ушла, и все как-то затихло абсолютно. Причем удивительно, и коронавирус тоже как-то тема заглопла. Хотя мы знаем, как в Индии сейчас сложности какие и все. Но почему-то просто все потеряли интерес в новостях. На основном фоне такое впечатление, что кто-то, так сказать, решил ликвидировать фундаментальный анализ как класс. Ну, что конкретно происходит на этой волне? Доллар, конечно, проседает. Он растет на, скажем так, сложных новостях, на обострении. И всегда проседает на успокоении мировой обстановки. Сейчас вот такое спокойствие налицо. Мы торгуем интродэй, поэтому как она изменится, мы тут же начнем покупать доллар. Но сейчас нет никакой возможности его покупать, естественно. В пятницу мощный рост, сегодня растет. Можем ли дальше порасти с этой точки? Да вполне, конечно. 30 пипсов своих можно вполне добавить. 1,2148. А задумываться о причинах не надо. Нет причин для укрепления доллара, значит, он ослабевает. Все очень просто. Поэтому, друзья, я вижу еврика 1,2178. Фунтика я вижу точно так же по этой же логике. На верх, поскольку доллар глобальный инструмент, естественно. Он глобально работает. Единственное, что меня смущает, то он, фунт стоит на открытии. Он часто ходит вообще, невзирая ни на какие фундаментальные новости. Вот я бы скорее покупал еврика, чем хунтика, честно вам скажу. Но идея здесь ровно такая. 30 пипсов наверх вполне себе тема. С текущей 1,41 до 1,4130. Чего-то большего сегодня в понедельник я бы не видел, друзья. Мне кажется, большего сегодня не поднимешь. Вроде бы 17 мая, еще не 17 июля. Знаете, когда там многие уже засыпают за компьютерами от летней жары. Хотя сегодня в Москве очень тепло, прям замечательно. Но засыпать от летней жары рано. Поэтому, коллеги, немножко удивительный такой день. Что касается доллара, иены. Доллар иена попытался пройти наверх, а прокинули тоже, скорее всего, движение вниз. Здесь внизу мы видим целью выкуп вот этой большой, высокой свечи от 12 мая. Давайте даже поставим прямо на зону поддержки. Это уровень 189, с текущего 109,22. Это получается 53 пипса движение вниз. Да, попробовать поймать их вполне себе можно. Может быть, не за один день, но 30 пипсов здесь свои заложить на сегодня можно. Доллар швейцарский франк. В пятницу тоже подснизились. Сегодня попытался доллар пройти наверх, не удалось. Но такое впечатление, что доллар франк тоже готовится просесть. Но здесь сильная поддержка, друзья, совсем рядом. А 0,9013, а поддержка на 0,9011. 12 пипса. Здесь идти на риск, так сказать, пробой-отбой, 50 на 50, мне кажется, выше риск, чем в предыдущих инструментах. Я бы пока не трогал эту пару. Поэтому даже цели ставить не буду, поскольку не очевидно движение вниз. Доллар канадец, друзья. Я уже тут ни во что не верю. Он всегда падает. Он падает год. Я его купил на рост 22 мая прошлого года. Вот уже через 5 дней юбилей годовой у нас. А он даже не собирается расти, этот инструмент. Поэтому не знаю. Ничего не скажу. Вроде хочется сказать. Да, да, покупайте. Идем на 1,39. В 1800 пипсов мой тейк профит. До моего тейк профита по канадцу всего 1800 пипсов по четырех знаках. Вот. Если все сейчас купят, естественно, мы за час этот вопрос повешаем. Но не похоже. Не похоже. Поэтому, друзья, нет. Этого инструмента нет. И падать вроде уже в углу, уже некуда. Но и расти он не растет. Зараза такая. Австралийский доллар-доллар просел с утра. Ну, такое впечатление, что его вытянуть наверх. В пятницу был умеренный рост, скажем так. Вот это мощное падение, которое наблюдалось 13 мая, оно вызывает чувство тревоги. Тоже здесь неопределенность, на мой взгляд. Я бы не полез. Доллар, турецкая лира. Пробил резко вниз. Здесь можно вставить ориентир внизу. Здесь попытаться заработать можно не 30 пипсов, а 300. Другой масштаб, другая система координат. И целью внизу можно обозначить 8.22.41. То есть очень глубоко. 1400 пипсов вниз по четырех знаков. Может быть, и сегодня. Но смотрит явно доллар вниз. Американцам надо что-то сделать. Что-то замыкнуть. Выкинуть какие-то мощные новости, чтобы изменить ситуацию. Если она их интереснее. И вообще волнует, естественно. Может, уже все в отпуск ушли. Уже до сентября никому ничего не интересно. ДАКС, друзья. Попытался пройти наверх. Вернулся к открытию. Тоже с фондой не все понятно, скажем так. 15.416. Ну, уровень не так высокий, конечно. Да вся фонда сейчас высокая. Сейчас, наверное, в мире ни один индекс нельзя называть, который низкий. Или там, наверное, на исторических лоях. Все сейчас на хаях практически. Весь мир такой бум, такой рост стремительный. То нам говорили, вот, Трамп нас надурил. Вспомните, как он говорил. Я уйду, все рухнет. Фондовые рынки всего мира рухнут. А они вон как стрельнули. Господин Трамп, все не так получилось, как вы ожидали. Поэтому, коллеги, я жду наверх. Я думаю, что все может прости. Но сегодня, во всяком случае, в понедельник, пока идей движения наверх нет, давайте посмотрим. Напомню всем, что у нас неделя делится на три блока. Первый блок в понедельник, день аналитики сегодня. То есть потом блок тренда, в вторник слега четверг, или в понедельник формируется, или во вторник с утра. И затем пятницу, пятничная коррекция. В обратную сторону, некоторое закрытие позиции. Вот такой вот цифр работы. Пожившийся у нас за последние семь лет. Он не всегда выдерживается, но гораздо чаще, да, чем нет. Поэтому наблюдаем внимательно. Кто-то вообще на это внимание не обращает, торгует интродей просто и все. Но, коллеги, почему на это надо обращать внимание? Потому что, если вы попадаете в тренд, даже если вы скольпите или торгуете на три дня просто, да, утром купили, вечером продали, то, стоя по тренду на коротких сделках, зарабатывать можно на быстрых, скажем так, сделках. Зарабатывать можно больше, чем стоя против тренда. Это понятно. Больше и чаще. Поэтому глобальные тренды, даже те, кто скольпит, учитывать надо. Просто скольпить в направлении главного тренда всегда будет беднее, друзья. Поэтому легенда о том, что скольптеры вообще не смотрят на большие графики, да ладно, ну перестаньте. Все, все смотрят. Просто у каждого свой стиль торговля. Далее, так что, то есть по DAX, у германскому фондовому индексу полная непонятка. Так же, как по S&P 500. Сегодня некоторое снижение. Не знаю, мне кажется, идем наверх, я бы искал точку входа на покупку. Золото. Ну, золото вообще третий день подряд летит. Смотрите, все уровни пробиты. Преугольник нам подсказывали. То есть мощный рост, который допускает, мы обсуждали на прошлой неделе. Давайте сейчас уберем. Мы уже обсудили эту тему. И давайте посмотрим на перспективы роста. На мой взгляд, свои 10 долларов заложить с текущей даже цены вполне себе можно. 1850 долларов за пройскую инцию в моменте. Плюс 10 долларов, 1860 вполне себе интересен. Перебро. Пытается пробиться наверх через сопротивление 275787. Но пока не убедительно, пока не пробито. Риск 50 на 50 вверх или вниз сохраняется. Я бы в серебро пока не входил. Нефть. WTI пытается отрасти. Монета сегодня показала sell прогноз на сегодня. Но я не знаю, почему. Мне кажется, может подрасти 6551. Свой доллар на 6651 по WTI можно поставить. Та же история по бренду. 6884 в моменте. Но я бы здесь не заходил. Очень близко сильное сопротивление. Мне кажется, здесь отбой более вероятен, чем по WTI. Во всяком случае, я бы просто не заходил. Продавать тоже бы, наверное, не стал. Поскольку пока оснований для этого не видно. Тянут нефтюшку наверх, кладут на это деньги. стоять против тренда, пытаться шарпить, поймать разворот. Очень опасно. Доллар китайский, уонь, пытается отрасти. Вот это интересно. Пытается сломать тренд. Ну, на 50% отхоев отбился, ров плюсен. Ну, и доллар-рубль, друзья, значит, мы пытаемся дойти до нижней границы этого торгового диапазона 73-63, причем уже третий день подряд. Но вот пока не получается этого. Здесь тоже, как бы не наверх, мы сейчас пошли по доллару-рублю. Третий день не дают опуститься ниже. Но тоже я бы не стал торопиться, поскольку все-таки тренд, формальный тренд, вниз. Это отрицать нельзя, против тренда искать разворот, я бы не советовал. Таким образом, друзья, сегодня, в понедельник, судачка, мы видим, что евро-доллар уверенно достаточно растет, и мне кажется, постараться заработать на нем 30 пипсов самая интересная идея. Все остальное более спорное, хотя кто его знает, кто владеет искусством торговли любым инструментом, добро пожаловать, и почему нет? Многие могут сказать, ну, развивающиеся валюты, значит, это вот доллар, турецкая лира, китайский, российский рубль, вот, есть намек на то, что они могут развернуться наверх, то есть в сторону укрепления доллара. Будет ли это противоречить каким-то образом укреплению евро? Нет, они часто ходят совершенно самостоятельно проводить параллели или корреляции, тем более, между, допустим, евро и рублем, это две европейские, валюты, я бы не стал. Мы на росте евро спокойно совершенно падаем и наоборот. Поэтому время сейчас отдельных инструментов, поэтому, если кто-то захочет, купив евро и доллар, купить одновременно доллар-рубль, почему нет? Это вполне себе работающая схема. Спасибо, друзья, всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!